В этом выпуске спортивного Приморья. Скоро финиш. Динамо Владивосток приближается к завершению футбольного сезона. Все во двор. Во Владивостоке прошел первый межрайонный турнир по дворовому футболу. Волейбол вернулся. Как Динамо Владивосток дебютировала в чемпионате страны. На паркете все Приморья. Волейболистки выявляли сильнейшего на первенстве края. Первенство Второй Лиги России по футболу, в котором принимает участие Динамо Владивосток, приближается к своему завершению. Командам остается сыграть по три тура. В рамках же 14-го Владивостокская бело-голубая дружина на домашнем поле принимала московская Строгина. Команды знакомы еще по прошлому сезону. Тогда единожды москвичи обыграли Владивостокцев, а повторный матч завершился ничей. В этом же дружина Михаила Сальникова выступает на голову выше и претендует на выход из группы. Поэтому матч при домашних трибунах нужно было выигрывать. Игра началась остро. Владивостокцы создавали убойные моменты, но начать встречу с быстрого гола не вышло. На 25-й минуте Егор Дорохов получил шанс реализовать 11-метровый и сделал это успешно. Голкипер Хозяев действовал надежно, но стоять на ноль помешало пенальти. Только уже в ворота Динамо. Никита Никифоров оказался точен с 11 метров. Команды ушли в раздевалку при равенстве на табло. После перерыва Хозяева действовали еще опаснее. Пытались найти гол. Удачную попытку предпринял Сергей Дудкин на 75-й минуте. Ползащитник ударом вблизи штанги вывел команду вперед и установил итоговый счет 2-1. Теперь Владивостокская дружина отправляется на выезд. В Москве 15-й тур проведет с местным сахалинцем. На домашнем поле Белоголубые проведут матч 5-го ноября с дублем тульского арсенала. Футбол игра универсальна. Ее правила знает каждый мальчишка еще с самого раннего детства. Время идет, ребята взрослеют, но любовь к игре народной никуда не проходит. На турнире по дворовому футболу, который проходит в районе Бухты Тихой, собрались 6 команд. Сегодня они выясняют, какой район Владивостока самый футбольный. Большинство из участников знакомы с футболом с самого раннего детства. Не просто им болеют, а еще и регулярно играют в него. Когда-то давно каждый мальчишка мечтал связать свою жизнь с игрой народной. Но до профессионального уровня доходят единицы. Годы идут, а любовь никуда не проходит. Поэтому проявить себя и зарубиться в футбол двор на двор, как в старые добрые, выстроилась целая очередь. Желающих принять участие в первом межрайонном турнире по дворовому футболу было много. В команду Патрокол и вовсе выбирали из 50 жителей района. Отобрались в состав самые опытные любители. Анкету заполняли, в принципе там уже учредитель смотрел на стаж игроков, на опыт, исходя из этого. Такой футбол, так же как и профессиональный, состоит из двух таймов. Только вместо 90 минут игроки проводят на поле всего 30. Если в основное время счет равный, то игра переходит к серии пенальти. Ничьи быть не может, так как команды сразу же начали турнир со стадии на вылет. Победителя нужно было определить за один день. Игра на вылет. То есть первой командой была жеребьевка, по цифрам записали команды. Первые игры проходят, команды вылетают. Дальше в одну четвертую, в одну вторую, ну там финал и за третье место игры. Для многих любителей главное здесь не сколько победа, а участие. Такие турниры отлична возможность собрать единомышленников за любимым делом. А заниматься спортом и при этом получать удовольствие всегда приятно. Организаторы уверены, эти соревнования станут отправной точкой. В планах масштабировать турниры по дворовому футболу и проводить их как можно больше. Сегодня здесь выступили с инициативой главе города Владивостока, соответственно, что вот такие турниры провести на уровне района, провести на уровне города и провести на уровне края. Чтобы сегодня выигравшие в районе, выигравшие в городе, выигравшие, вышли на край и мы провели краевой турнир по дворовому футболу. Именно по дворовому. Потому что вы видите, объединяет неформалов, объединяет команды, которые состоялись в водоре. Это очень хорошее, позитивное направление, ее поддерживает полностью губернатор Приморского края Олег Николаевич. И я думаю, эту программу надо двигать дальше. По итогам напряженных дворовых баталий золотые медали у команды «Тихая», «Серебро» за второй речкой. А замкнул тройку лидеров «Эгершельд». И участники-организаторы уверены, в следующий раз нужно собрать как можно больше любителей игры народной. Ведь подобные команды есть практически в каждом городском дворе. Волейболистки из «Динамо» Владивосток завершили свой дебютный тур чемпионата России в высшей лиге «Б». С 17 по 22 октября «Белоголубые» провели на паркете спорткомплекса «Олимпийц» 5 встреч. Стартовал тур матчем с «Олимпом» из Новосибирской области. В первых двух сетах у хозяек возникали сложности. В моментах было трудно оторваться от напористого соперника. Но все же дебют выдался удачным. Победа «Владивостокского Динамо» в трех сетах. Всех болельщиков поздравляю, во-первых, с победой. Соперник оказался таким непростым, особенно первые две партии. Вроде и у нас игра получалась получше, чем в третьем сете. Но играли тяжело. Достаточно навязали они нам борьбу. В третьем сете подломились. Все хорошо, что хорошо кончается. На кураже от удачного старта приморские волейболистки подошли к следующей встрече. Матч с барнаульским «Алтай-Агаут» также увенчался успехом. «Динамо» заработала вторую сухую победу в сезоне. Только вот отличие от предыдущего матча. С первых минут «Белоголубые» доказали, кто здесь хозяйки. Несмотря на победу, волейболистки «Динамо» уверены. В этой лиге слабых нет. Играть нужно до последнего. Я думаю, надо уважать каждого соперника и настраиваться на него. Я думаю, все могут показать хорошую игру. Будем на всех настраиваться. Видимо, в следующем матче «Белоголубые» не смогли поймать нужный настрой. Встреча с иркутским «Локомотив Ангара» шла на равных. Хотя три сета хозяйки проиграли. Но разница в каждом из них была минимальной. Два мяча. Несмотря на это, зрители были рады, что волейбол снова вернулся в краевую столицу. Нам нравится. Хороший уровень. Прекрасный наш зал. И вообще атмосфера. Атмосфера командных игр, она такая непередаваемая. Все равно заряжает. Встреча за «Байкалкой» стала одной из самых напряженных в туре. Волейболистки обеих команд демонстрировали спортивный характер. И все то, за что любят волейбол. Битва на паркете затянулась до четырех сетов. По итогам которых Владивостокская «Динамо» вышла победителем. 3-1. Завершили домашнюю серию «Белоголубые» и так называемым дальневосточным дерби с амурскими тигрицами. Хабаровские хищницы одержали победы во всех трех сетах. По итогам первого тура «Динамо Владивосток» занимает третью строчку в турнирной таблице. Пока «Динамо Владивосток» проводила свои первые игры в сезоне, молодые волейболистки вовсю боролись за медали на первенстве Приморского края. С 21 по 24 октября на паркете Владивостокского спорткомплекса собралось 14 команд. Для девушек 2007 и 2008 годов рождения с этих стартов начинается соревновательный сезон. Уровень у всех команд разный, но каждую из них объединяет жажда победы. В эти дни поединки выдались напряженными. За победу цеплялась каждая из девчонок. Ведь накануне только медали, но и место в сборной крае. Уже сейчас идет жаркая борьба, интересные игры, содержательные. Есть, конечно, команды немножко послабее уровнем, есть посильнее. Волейбол – очень эмоциональный вид спорта. Каждая заработанная очко сопровождается громкими празднованиями от игроков. Таким образом, спортсменки избавляются от лишних эмоций и настраивают себя на борьбу. На эмоции и слова не скупятся и тренеры. Порой своими наставлениями перекрикивают и команды, и болельщиков. Можно сказать, что наставник играет вместе со своими воспитанниками. Только вне поля и словами. Настраиваю очень хорошо. Говорить как не буду, но настроены они. Просто мы видели, как ты во время игры их тоже подбадривала, давала наставление. Вот что обычно говоришь. Вот это тоже, пускай останется за кадром. Волейбольные баталии проходили одновременно на двух площадках. Участников много, а на розыгрыш медалей всего четыре дня. Сначала групповой этап, и только потом стадия игр на вылет. Матчей за один игровой день немало. Каждому волейболистке отдавали все свои силы. Без должной поддержки в таком темпе играть сложно. Поэтому родственники участниц всегда готовы прийти на помощь. Конечно, приятно. Тем более, что мы только переехали, она играла в другой команде. Поэтому вот мало тренировалась с этой командой. Очень надеемся, что ей вообще нравится. По итогам четырех дней практически беспрерывных баталий участники определили призеров и победителей. Золотых наград удостоились волейболистки из Владивостокского «Динамо». Вторая строчка за «Металлургом». А замкнули пьедестал девчонки из Находкинского юниора. Те, кто показал себя на этом турнире, попадут в состав сборной «Края». Впереди у девчат насыщенный сезон. Зональные и международные старты. Наши волейболистки проверят свои силы на «Локавалей-2024», который впервые пройдет во Владивостоке с 23 по 26 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.